Сегодня, дамы и господа, мы с вами заглянем в хрустальный шар биткоина, чтобы узнать, какое будущее нас ожидает. Никаких прогнозов, только гарантированные результаты. Вы с уверенностью можете заложить свой дом, основываясь на совете, который вы сегодня услышите. Ведь я уже видел будущее биткоина. Ди, и какую же цену мы увидим в конце года? 80 тысяч долларов. Всем спасибо за просмотр, увидимся в конце года. Что, вы еще что-то ждете? Ладно, все это была шутка, давайте на самом деле поговорим о том, что происходит на рынке. Прогноз цен варьировался от жестких медвежьих до мега оптимистичных. Кстати, чтобы МакКафе чувствовал себя в безопасности, цена биткоина на данный момент должна составлять 56 тысяч долларов. Поэтому мы не будем следовать мнению так называемых экспертов криптовалютного рынка, мы просто посмотрим на то, что показывают нам графики. Как знаете вы, наверное, уже весь мир биткоин резко подскочил после почти годового жестокого падения. Поэтому теперь довольно забавно предполагать, что может ожидать нас в будущем. Особенно, если бы мы не продолжали холдить в течение всего 2018 года. Даже самые консервативные люди, смотря на индикаторы, думают, что мы очень близки к тому, чтобы выйти из медвежьего рынка. Давайте посмотрим, что думает о будущих движениях биткоина известный трейдер Джош Рейджер. У него в твиттере, между прочим, много всего интересного есть. Если хотите, можете полистать и посмотреть. Например, в этом твите мы можем с интересом наблюдать за сумасшедшей доходностью биткоина на протяжении последних трех циклов. И как мы можем заметить, из-за растущей экономической массы биткоина норма прибыли постепенно снижается. А именно каждый раз она уменьшается примерно на 20-25%. И это очень важная цифра, с ее помощью мы можем спрогнозировать, что будет дальше. Учитывая этот факт и эти красиво нарисованные линии, мы понимаем, что биткоин может стоить около 80 тысяч долларов к началу 2021 года. Эти линии тренда хороши, они прекрасны, но они могут быть неточными. У нас не существует гарантии, что цикл продолжится именно так. Я считаю, что люди всегда должны ставить под сомнение любые доказательства, но все же здесь биткоин имеет достаточно четкую тенденцию, которую не увидит только слепой. Но, ребята, существует еще одна важная причина, по которой все это может быть ошибкой. Она заключается в том, что эти линии могут и не повторить предыдущие сценарии, потому что сами инвесторы в биткоин меняются. И причем значительно. Позвольте мне объяснить. Цикл первый. Биткоин растет с нуля до 30 долларов. Люди, которые инвестируют в это время, это абсолютные гики. Второй цикл. Биткоин поднимается до более чем тысячи долларов. Возможно, в это время такой рост был обусловлен использованием Даркнета, а также очень удачливыми или очень умными индивидуами. Цикл под номером три. Это розничные инвесторы. Я, ты и твои друзья. Что ж, это оказалось неизбежной закономерностью для биткоина. Думаю, не стоит напоминать, что финансовые институты и учреждения имеют гораздо больше денег, чем остальные все вместе взятые инвесторы примерно в несколько тысяч раз. Является ли это причиной для того, чтобы ощутить эмоциональный подъем? Думаю, да. Технически на данный момент мы находимся в неидеальной зоне для покупки биткоина, если вы дневной трейдер. Именно поэтому покупка каждый месяц, независимо от цены, является такой популярной стратегией. И если раскидываться такими советами, нужно обязательно добавлять, что это не финансовый совет. И ни в коем случае не лезьте сюда, это может разрушить вашу жизнь. Моё личное мнение состоит в том, что я могу с уверенностью сказать, что любая криптовалюта в будущем будет стоить больше. И очевидная причина, почему так будет, это хеджирование. Использовать иностранную валюту сейчас очень больно и неудобно. К тому же и PayPal отстой по многим причинам, особенно в Украине. Давайте на этом и закончим. Меня зовут Богатейший Ди. Ничего не буду говорить, просто богатейте. Любыми способами. Не обязательно на криптовалюте. Зарабатывайте. До скорого. Профессор Трелани! Он вырастет совсем скоро. Простите? Скоро. Тот, кто ждал так долго и самоотверженно, будет наконец вознаграждён. Остальные купят слишком поздно. Я что-то не понимаю. О, мой мальчик. Тот, кто купит на хаях, прокатится на х**ах. П ICMS. П Ирландия. ПОДПИСИЛЬНЫЙ С Peninsula. ПОДПИСИЛЬНЫЙ Сети. Субтитры подогнал Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин